Буквально несколько минут назад в Национальной библиотеке завершился концерт памяти известного чувашского композитора Анисима Асламаса. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Вечер памяти композитора начался, конечно, с его музыки. Заслуженный деятель искусств РСФСР и Чувашской АССР Анисим Асламас написал 10 опер, 1 балет, 3 музыкальные комедии, 10 кантат и ораторий. А количество фортепианных пьес, романсов и песен даже трудно пересчитать. За 60 лет композиторской деятельности он создал множество произведений в различных жанрах. Их основа – народно-песенное творчество. Недаром произведения композитора вошли в Золотой фонд национальной музыкальной культуры. К памятному дню подготовлено электронное издание «Музыка Анисима Асламаса». В этом году исполнилось бы 60 лет и сыну известного композитора, дирижеру, пианисту, профессору Брненской консерватории Алексею Асламасу-старшему. На творческий вечер приехали их родные и близкие. Сейчас они живут в Чехии, и их жизнь тоже связана с музыкой. Инна Асламас – заведующая фортепианным отделением Брненской консерватории. Алексей Асламас-младший работает в одном из известных чешских квартетов. Антон – концентмейстер Пражской консерватории. Много хороших слов сказано о музыкальной династии, и, конечно, весь вечер звучали инструментальные и вокальные сочинения.